Пустой чемоданчик у края дороги, и всё позади, и ничто не помеха. Это чемоданчик, который раньше я собирала на митинги. Я знала, что на митингах меня могут задержать. Третью неделю каждый день хожу вот в таких футболках с надписью «Путин, уходи». Поэтому, так как у меня сахар и диабетами, для меня еда и вода – это очень важно, а в полиции еду вам не предоставят. Вы чувствуете себя защищенной? Нет, конечно. Тем более в свете проведенного у меня дома обыска. Основное – это, конечно, салфетки, ручки, 2-3 обязательно, вода. Дежурная часть 5-го отдела полиции Варфа. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ком любого Ольга Юрьевна доставлялась к вам? Задержанная. Да, доставлялась. Блокнот для записи, свидетельство о рождении ребенка. Мне 42 года. В обычной жизни я риэлтор и кадастровый инженер. Копировка, чтобы писать жалобы в отделе полиции, справка о том, что у меня сахарная диабетка. 22 года я работаю риэлтором и помогаю консьержке выносить мусор. Но есть у меня и другая жизнь. Здесь вот маски, орехи мои. Я волонтер штаба Навального в Уфе. И за это полиция постоянно забирает меня. Сухпайок, да, как полицейские говорят. И, ну, салфетки. То, что для меня необходимо. Фатихов Ильдор Ильикович, так, какой у вас вопрос ко мне? Просим вас проехать в отдел полиции номер 9 для ознакомления с материалом. Меня штрафуют. В общем, на 85 тысяч меня штрафовали в 2018 году. Сейчас меня штрафовали на 56 тысяч. Мы есть мудро проверку отношения у вас о том, что ваши публикации в интернет-сети распространяли информацию о призывах собраться людям на инстанционерный митинг в 31 числах. Наше право по конституции мирно без оружия протестовать, если нас что-то не устраивает. Данное мероприятие никого не уведомлено и не изрешено. Поэтому факт у вас приглашают в отдел полиции. Пройдемте. Тут больше интересен вопрос именно о резервировании земель, которые вся Уфа была зарезервирована. Я 10 лет истасу повернула. Ну, может, вы сюда протокол привезете? Нет. Я постою здесь. Почему? Потому что нам надо доставить вас в отдел полиции. Рахимов уходил тогда. Я, ну, стало уже известно, что он уходит. Я написала письмо, что там, Артаза Губайдулович. Вот вы знаете, ситуация в Уфе такая, что земли невозможно оформить собственность. Качкаев тогда зарезервировал практически все Уфу. На каком основании вам нужно меня достать? Вы отказываетесь? Нет, я не отказываюсь. Объясните мне, почему я это должен. Слава материал проверка. Точнее, у вас тоже имеется? Ну, имеется. Ну, привозите сюда. Давай, я здесь подошел. Они у вас не выкупают участок, поскольку у них там нет денег или еще нет проекта. Вы не можете под залог взять кредит. Вы не можете взять в залог кредит, вы не можете его сами переоформить там и прочее. То есть, ну, переоформить там, допустим, можете, вот, на другого человека, но вот в ограниченном режиме. То есть, построить ничего не можете и прочее. Вы машину мою перекрыли, вот, и я отсюда никуда не уеду, так что везите сюда. И вот такой резерв был наложен практически на все земельные участки в Уфе. Качкаев был еще тогда. Вот, я 10 лет оспаривала, писала всем депутатам и сняли его, вот этот вот резервирование в прошлом году только. Я не препятствую сотрудникам полиции. Именно из-за этого, что вроде бы вот эта вот коррупция незаметная, но она всю нашу жизнь, каждый человек от нее страдает, по сути. Я сегодня приехала встречать Лилию Чановшеву к спецприемнику. Полицейские это все увидели и приехали вот сюда, говорят мне, что в отношении меня составлен какой-то там протокол. Бюджет Уфы там 100 с чем-то миллионов надо получил, да, не может получить доходы. На митинге я тогда говорила, ну, как вы собираетесь получать доходы от своей земли, там, налог на имущество, на землю, если вы людям не дайте опору. Тревожный рюкзачок с своими лекарствами и прочим, я уже вожу второй день. Вот я много лет борюсь с этим, но чиновники, и хамитов, хабиров, все мэры города Уфы, по какой-то причине они не дают людям оформлять права. Нет, я уже проезжала там, меня держали. Вот у этого товарища Балашова спросите, я в пятницу, в прошлой неделе, он тоже так же меня обманул, сказал, что в отношении меня составлен протокол. Уже год невозможно оформить садовые участки. Вот с 1 января 2020 года началось новую норму, новую строчку в законе. И садовые участки, кто не успел откадастрить, все. С чего вы взяли, что я вам поверю? Вчера Урала вы Булатова задержали детей, его двоих несовершеннолетних, ваши возле 9 отдела. Полтора часа сидели дети, 4 года ребенку. Вы совсем что ли с ума сошли? Я не знаю, как они на этом зарабатывают, потому что если они обходят федеральный закон и подписывают кому-то, когда Навальный придет к власти, это все будет поднято. Сидели дети в машине возле отдела полиции. Полицейские подвергли их опасности. Детей 4-8 лет отца забрали. Если к власти придет Навальный, вы прекращаете любую политическую деятельность и занимаетесь реализованием. Это правильно утверждение или нет? Я и сейчас политической деятельностью не занимаюсь. Я занимаюсь тем, что я поддерживаю Навального, Лилию Чанышеву и штаб. Но я не только так, как могу. Я считаю, что пикеты и митинги это единственная возможность повлиять. Еще суды, письма, это понятно. Что будет дальше, я не знаю. В прошлый раз меня незаконно держали в полиции более пяти часов. Вы сказали, вот он сказал, что в отношении меня составлен протокол. Он соврал. Я сейчас, по сути, борюсь за свое право, чтобы видеть кандидатом того, кого я хочу. Никакого протокола не было. Меня держали просто так в полиции. Я сидела в кабинете начальника отдела. Материал есть. С чего я должна вам верить? Привезите материал. Пример Южной Кореи. Последние, вот когда там 90-е годы только началось. Видите, там у них есть президент, который, по сути, вот Навальный его судьбу повторяет. Которого также пытались убить. И который стал потом президентом, не сразу. И вытащил Корею, стал Нобелевским лауреатом. Что-то вы долго проверяете. Проверили? Если вас надо будет, то в отдел полиции доставить. Вот. Я же говорю, доставите. Да, сейчас они проверят ваши документы. Потом вы... Мама! Мама! А-а-а-а-а! А-а-а! кировали здесь трое полицейских они ключа рюкзак принесите с паспортом и вы как будете на меня протокол составлять а протокол синий рюкзак и термос нам на переднем сиденье я не знаю кто и из какого отдела он меня захватил в машине в личную машину просунул через стекловую руку открыл дверь вытащил меня оттуда и за 1 2 меня забрали 5 нельзя с ними никогда же выходить они тебя захватят и все и увезут хотя у них нет никаких законных оснований у них нет протокола и я ничего не совершала и тем не менее они раз и захватили меня и увезли вот для меня вот эти вот последние события раскол не января произошли а вот когда выбрать госдумы были августовские тогда я подумал что все это раскол когда не зарегистрировали никого вот с тех пор я стал выходить пикеты раз в неделю вот с августа месяца до февраля каждый выходной вот сколько полицейских раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять еще тут то есть я поняла что все это уже люди никого допустят то есть это узурпация по сути произошла вот а сейчас кроме узурпации даст добавился еще беспредел физически вот эти вот люди которые сейчас меня везут все ради одного ради дворца путина в геленджике путин им платит за оплату я не думаю что большую но если в ёршиках 60 тысяч я не знаю за один ёршик для унитаза 60 тысяч сколько вот у них зарплату в ёршиках если считать мама особо не реагировала она всегда говорила ты сама то есть она жила в москве много лет уже 2000 года приезжала несколько раз там 1 2 3 очень единственный брат у меня полностью против и чинит мне препятствий как можно он за путина вот но тем не менее они меня задерживают ну ладно в общем завершаю эфир увидимся я ожидаю что во первых вот этот вот зверства которые сейчас мы видим да в отношении к вас но хоспичам в основном все такие санитарные дела аресты домашние прочее который пока вы пришли еще то есть я все-таки думаю что люди те которые живут в ферсе люди там полицейские они же каждый я надеюсь что они не перейдут к черту грань мерзости вот этой то есть мы с ними постоянно спорим судимся но грань они пока до 31 числа не переходили самое главное что забрали просто так без составления каких-то протоколов обычной полиции же не иметь право задерживать забирать кого-то протоколами всегда ставлю сейчас ничего ни одного такого просто вытаскивают из машины забирают и увозят и не дают сообщить вот вы спрашиваете это может ли при нашей жизни вот демократии получается случилось при жизни одного человека то есть здесь тоже есть ли возможность сейчас что при жизни алексея навального он станет президентом не исключено пусть мой барабанщик без ложной тревоги под ними с постели дивизию смеха а Знакомый Кателе, Кателе не играет. Его гонорары испортили в корне. Пустые недели печально листает Тот ветер, который мечтает о шторме. А надо ли злиться на годы безделья? Они не вернутся и не повторятся. Усталая птица упала в ущелье Затем, чтобы в небо подняться, подняться, подняться. Пустой чемоданчик у края дороги.